Недельная глава Мишпотим В Эйрега Мишпотим Эти законы Ашатосим лифнеем Что ты положишь перед ними Как известно Слово Мишпотим Означает законы Между одним человеком и другим И очень интересно Что первая Большая глава В которой есть много заповедей Торы Посвящена В основном законах отношений Между людьми В основном денежных отношений Это говорит нам Насколько Тора уделяет Важность Честности и Справедливости в денежных отношениях В нашей главе Очень много заповедей Что мы хотя бы Часть успели И я намеренно Опускаю Две главки Прорабов И Перехожу к двенадцатому Предложению Маке-иш Кто ударяет человека В мейс Тот умер Мейс Юмос Ему полагается Смертная казнь То есть Намеренное убийство Тора говорит Что полагается Смертная казнь Который не подкарауливал Ненамеренно Который не подкарауливал Ненамеренно А Бог Поставил им под его руку Я сделаю тебе место Что он убежит туда То есть Если Кто-то убил Другого Ненамеренно То Он должен Убежать В город Убежище Тут есть Несколько сторон Этого Но Из первых сторон Этого закона Что это наказание Это ссылка Он должен находиться В городе Убежище И не имеет Права Выходить За его пределы Мехи Йозидиш Есть человек Сознательно Аурею На товарища Лоргей В Ормо Убить его Хитро Меймис Бхи Даже от моего Жертвника Ты кохену Бери его Ломус на смерть То есть Даже он Коен И хочет Вести Службу Нет Бери его Чтобы дать ему Смертную казнь Умаке Кто ударяет Овивый Мей Отца Либо мать Мейс Умос Полагается Смертная казнь Там раньше Было написано Кто ударяет Человека Тот умер А кто ударяет Отца и мать Просто ударяет В Геморе Написано Определение Что если Выходит кровь Или вышла кровь Внутри Например Мерсиняк Так ему Полагается Смертная казнь А если нечаянно Размахнулся И попал Смертная казнь Смертная казнь За нечаянно Это нечаянное Нарушение Одной из сторон Мы говорим Тора Пишет на многие Запреты Строгие наказания Например Смертная казнь Тора это пишет Не только Для того Конкретного человека У которого У которого Были свидетели Предупреждения Ведь чтобы Дать человеку Смертную казнь Под Торе Должны быть Два свидетеля Которые Его предупреждают И он делает В их присутствии Несмотря на Предупреждение Это довольно Редкая ситуация Но то что Тора Об этом пишет Тора Нас этим Воспитывает Тора Пишет не только Для того Случа Когда ему Дают Смертную казнь Тора Нас Учит Настоящий Уровень Каждого Из нарушений Кто поднимает Руку На отца Или мать За это Полагается Смертная казнь Вегенев Ишту Крадет Человек Умахорей Продает Его Внимцов Иоды Он нашелся В его руках До продажи Мейсю Смертная казнь Умакалы Лови Веймей То проклинает Отца Или мать Мейсю Смертная казнь Полагается Вехи Вехи Иреву На нушим Люди Муют Мерд собой Спорить Ругаться Вейко Ише Сре Эйл Один Ударит Другого Бе Эвен И Вегрев Камнем Или Кулаком Вре Йомус А Пострадавший Не умрет Вновь Мешков Он упадет В постель Так Им Йокум Если он Встанет Будет идти Наружу Аумишанты На его силе Вейни Куамаке Кто ударяет Его Будет Чист То есть Ему Не будет Полагаться Смертная казнь Рак Только Он должен Будет Ему Платить Компенсацию За побои Должен Его заплатить За простой То есть За то время Не мог работать Верапи И заплатить За лечение Вообще-то Кто ударяет Другого Полагается По пяти Параграфам За ущерб Что скажем Он был с рукой Сейчас Без руки За За боль За лечение За то Что он вообще Не может работать И за позор Что он его оскорбил Геморарь Разбирает А как можно оценить Сколько стоит боль Геморарь Отвечает Очень просто Если бы этому человеку Нужно было бы Делать Операцию И Сколько Он был бы готов Сколько Люди были бы готовы Подобные ему Заплатить За что-то Чтобы он Не чувствовал боль А за позор Как определяется Боль еще Можно А за позор За позор Тоже Можно оценить Можно Есть оценка Что Смотрите Этот позор Оценивается Кто ударил И кого ударил И в каком положении Можно это оценить Он умрет Под его рукой То есть сразу же Но кем Он должен быть Отомщен То есть ему Дают смертную казнь Если кто Ударяет своего Раба Полка И тот Умирает Сразу Ах Если день или два дня Он останется живым Он не будет Отомщен К хаспию Все-таки Это же его Деньги Его имущество И моря И моря говорит Что если Он прожил Еще сутки То тогда Не дают Хозяину Смертную казнь Так поэтому И моря говорит Имеется ввиду День который Как два То есть Сутки Будут Ругаться Люди И то есть Они хотели Один Хотел Ударить Другого А получилось Венокфу Ударили Ишу Хорро Беременную Женщину В ее Отцу Его Део Вишу Ее Дети В Реи Осень Не будет Трагедии То есть Женщина Не умерла Стала Живой Он 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 Будет Наказан Тот Кто Ударил Как Назначить На него Муж Эти Женщины Выносом Бифлирем И он Даст По Суду Вы Им Осень А если Будет Трагедия Женщина Погибнет Вынос То Не Феш Тахас Но Феш Ты Даш Душу За Душу Что Такое Душу За Душу Тут Была Ситуация Такая Он Хотел Убить Кого То А По Ошибке Он Убил Эту Женщину В Мишне В Санедреен Идет Спор Кто Имел Ввиду Убить Одного А Убил Другого А А 최고 Казня С Monti Мнение Рапщимина Не Полагается По Обе Мнения По Мнению По Разному Если Полагается смертная казнь, кто имел ввиду убить одного, убил другого, так ему дадут смертную казнь, а если нет, то тогда это будет пониматься, по тому мнению будет пониматься денежная компенсация, но все-таки смертная казнь за это не полагается, денежная компенсация. Глаз вместо глаза, шею, зуб вместо зуба, рука вместо руки, нога вместо ноги, ожог вместо ожога, то есть то, кто сделал ожог, перца вместо раны, хабуро, синяк вместо синяка. Геморал разбирает это, и есть предание, что поплатят денежную компенсацию за кто ломает другому руку или ногу. Теперь, вообще-то это видно из самого текста Тора, это видно из самого текста Тора. Глаз. 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 Это что-то наподобие сломать дорогостоящий графин, дорогостоящий предмет. Тора пишет, вообще-то полагалось бы тебе рука вместо руки, нога вместо ноги, глаз вместо глаза. В принципе, мера Тора, это мера за меру. Полагалось бы, теоретически тебе полагалось сделать то, что ты сделал другому. Это то, что тебе в принципе полагается. Но на практике Тора не велит это делать, но велит делать денежную компенсацию. Но в тексте Торы, Тора написала намеренно рука вместо руки, нога вместо ноги, глаз вместо глаза. То есть, у человека есть много органов, почему только эти указаны? Поминаются некоторые. Зачем такая ничем обрешает? Геморрай из этого учит. Если ударить человека с инавды, глаз своего раба, с инамосой, или глаз своей рабыни, выше хасо, и испортит, то есть выбьет, на свободу он его должен отпустить, так, а с иней вместо его глаза. Вы им шейн авды, а если зуб своего раба и шейнамосой, или зуб рабыни Япи, выбьет, а ховщи и шалхэну на свободу выпускает его так, а шин вместо его зуба. То есть, получается, что хозяин должен быть осторожным. Если он выбьет своему рабу глаз или зуб, или какую-то другую часть тела, то он должен его выпустить на свободу, потеряет раба. Поэтому он должен быть осторожным. Он выходит, он выходит... Он будет здесь без глаза, на улице. А он выходит на свободу. Так нет, смотри, может остаться у него. Он свободный. А дальше, что он будет делать, как? Это пусть они между собой договариваются. Мехи и гах, шор, эс, ищ, эй, эс, ищо. Если бык зарпадает, мужчина или женщина, вомейс, и тот умрет. Сокил, и сокил, ашер. Чтобы был заброшен камнями бык. Были ее хилы с псорой. И его мясо, чтобы не было съедено. О ваше ноки. Хозяин быка чист. Ему не полагается наказание. Интересно. Есть спор рамбом и рамбана. Рамба мучает, что то, что забрасывает камнями быка, это наказание хозяина. Он теряет свое имущество. Рамбан считается, что в духовном плане это убивают. Убивают то животное, того быка, который убил человек. А есть это бык бодливый. Метмелчил, чем вчера, позавчера. Был отбив Олаф. Был предупрежден с его хозяином. И он не охранял его. Он умертвил мужчину или женщину. Убил. А шер. И сокил. Бык должен быть заброшен камнями. И так же хозяин. Хозяину полагается смертная казнь. Что значит хозяину полагается смертная казнь? Значит, полагается смертная казнь от Бога. Не по суду. От Бога. Если будет возложен на него выкуп. Он дает выкуп своей душе. Сколько будет возложено на него. То есть он выкупается от смерти, от Бога, который ему полагается. Он выкупается выкупом, который он должен заплатить. Как-то чисто. Он же должен был следить за ним. Даже если он не поддался раньше. Если собака злая. Ну не злая, а собака. То же самое, как бык. Смотрите. За злой собакой надо следить. Бык он бык. Почему? Хозяин. Хозяин изначально не знал. Он чист перед Богом. Он не знал. Он не знал. Эй, вен, Егох. Эй, бас, Егох. Если сына забадает или мальчика забадает или девочку. То есть малолетних. Камешпотазе. Йосауэ. Как этот же закон будет ему сделан. Тот же закон. Взрослого забадает или малолетнего. И мэвет, яга, хашэр и ома. Если раба забадает бык или рабыня. Кээсэ в шоишим школим. Деньги тридцать школим. Етын ладынов. Он должен дать господину. Вэээшэ рабык есть окей. Должен быть заброшен камнями. Тридцать школим он должен дать. Знаете, в каком случае? Точно так же, если бадает свободного человека. То выкуп, когда платят? В четвертый раз. После трех раз, что он бадал. Тот же самый выкуп за раба. После трех раз, что он бадал, если забадает раба, надо заплатить хозяину тридцать школим. А если первый раз забадает? Первый раз нет этого выкупа. Забросать камнями надо. Забросать камнями надо. Тоже самое, как он забадал свободного человека. Если человек откроет яму, это означает, что уже была яма. Но она была покрыта. Он снял крючку с ямы. Или если выкопает человек яму, но не покроет его. То есть, если он покрыл, то он не виноват. То есть, если он открыл яму, которую выкупал кто-то другой. Или выкопает яму и не покроет. Вновь в шома шеер и хамер. Упадет туда бык или осел. Хозяин ямы должен платить. Он должен вернуть деньги хозяину. А умерший будет его, кого? Хозяина быка. То есть, хозяин быка получает труп. И ему платят. То, кто выкопал яму, как говорят, азохам вы хозяин еще. Тот хозяин. Хозяин, чтобы он платил. Он должен ему заплатить разницу между стоимостью живого быка и умершего. Надо знать, что тут речь идет не только про яму. Кто-то выбрасывает ножик на улицу, стекла. И кто-то повредился от этого. То, кто это сделал, должен заплатить. Значит, прожил годом, что-то подсказался. То же самое. Теперь. Талмуд рассказывает интересную историю. Что один человек должен был расхищать свой двор. И какие-то там стекла. Что он выбрасывал на улицу. Прошел мудрец. Говорит ему, послушай. Что-то выбрасываешь с не своей территории на свою территорию. Тот на него смотрел. Что за чудак? Я выбрасываю своей территории на чужую. Прошли годы. Он должен был продать свой двор. И как-то он шел по улице. И наткнулся на те стекла, которые он сам когда-то выбросил. Ой, кто тут выбросил эти стекла? Дом свой, это не всегда свой. Он может стать и не твоим. А улица всегда остается твоей. Если толкнет, забадает, бык человека, ашера ее, быка другого, вомест и бык умрет. Умокрует ашера хай. Продадут живого быка. Выходцует с Каспы. Поделит его стоимость. Бега мы сами съехцуем. И так же умершего поделить. Послушайте. Тора пишет очень кратко. Но она говорит только, знаете, о какой ситуации? О ситуации, когда стоимость быка, который бодал. И стоимость жертвы, быка, которого забодали, та же стоимость. Допустим, это стоит 200 монет, это стоит 200 монет. Такая неделя стоимость живого и стоимость умершего. И что получается? Получается, что он платит половину ущерба. Половина ущерба на пострадавшего, а половина на хозяина быка, который забодал. Знаете, если бы не так, знаете, чтобы вышло, могло бы выйти, что тот, кто забодает, может иногда и выигрывать от этого. А иногда он может заплатить во много раз больше, если кто хорошо поймет игру цифр здесь, как это получается. То есть, Тора говорит именно о случае, когда стоимость быка, который бодал, и которого забодали, то же самое. А иногда, если будет известно, кишенагоху, это бык-бадучий, метмел-шуршим, шара-позавчера, выгодить шмирану бы олаф, и хозяин его не охранял. На четвертый раз, шалим-шалим-шалим-шер-та-хаса-шер, заплатить, он должен заплатить быка за быка. На мысли, умерший будет его, кого? Хозяин быка, который пострадал, получает труп от своего же быка. А разницу надо, разницу должен платить хозяин быка, который забодал. То есть, другими словами, первые три раза он платит половину ущерба, а в четвертый раз целый ущерб. Потому что ты уже должен был его больше беречь. Если человек украдет быка или овцу-казу, у твахы и махоры, зарежет или продаст, 5 быков он должен заплатить за одного быка, ва-ба-цейн, и 4 овцы-та-хаса-се за одну овцу. Дальше мы читаем, что если кто-то своровал, он должен платить штраф в два раза больше. А если он вор, как говорят, рецептист, он сделал два преступления и украл, и продал или зарезал, то тут его за быка и за овцу, козу, штрафует за быка в пять раз больше, за овцу в четыре. Геморал разбирается. А почему все-таки Торо разделяет между штрафом за быка и штрафом за овцу? Так в Мишне есть два мнения. Одно мнение так, что вообще-то оригинальный штраф должен был быть пять. И за быка, и за овцу. Но за овцу ему списывают один раз. А почему? Обычно бык идет своими ногами, а овцу надо таскать на плечах. Представьте себе, бедный вор, он должен был трудиться, нести на плечах, позориться. А бедный вор, так ему одну списывают. Другое объяснение, наоборот, что оригинальный штраф должен был быть четыре. И за быка, и за овцу. Но за овцу это в четыре раза больше. А за быка его штрафуют дополнительно. Обычно быком человек производил земледельческие работы. Бык пахал поле. То есть его штрафуют дополнительно еще один раз, что он мешал тому еврею, пострадавшему, честно зарабатывать свой кусок хлеба, честно обрабатывать поле. Имбам Ахтерас, если в подкопе эмоций Агану будет найден вор, в Гуко, и его ударили в Омесе, он умер, и он уйдомим, у него нету крови. То есть, кто идет на подкоп, он же идет воровать имущество у хозяина дома. А хозяин дома не имеет аппетита и желания отдавать ему имущество. Такой вор, который делает подкоп, идет, чтобы встать на хозяина дома и его убить. А у нас есть второе правило. Кто идет себя убивать, опереди и убей его. Поэтому у него нет крови. Он имеет право его убить. И взорха Ашемешолов, если сияло солнце на нем, и мораль говорит, что это значит, что мы точно уверены, он точно знал, что он не идет убивать хозяина дома. Но Милы, есть у него кровь. То есть, нельзя было его убивать. Так шалым и шалым. Он должен платить, он должен платить. И Милы, если нет у него, в нем карбигные волосы, он будет продан за свое воровство. Видите, если кто-то украл, ему нечем платить, то его продают в рабство. Он становится еврейским рабом. Его продают за кражу. И только за воровство. За другие долги не продают. Им эмоции с эмоцией. В йоде Агнейво, если найдено, будет найдено в его руках украденный предмет. Мишер от хамер, от быка до овцы, козы, хаим живые. То есть, он не зарезал и не продал. Шнаем и шалым. Он платит в два раза больше. Почему вора штрафует, что он заплатил в два раза больше? Почему? Очень просто. Тора ведет себя, качество есть у Бога, что он ведет себя с людьми, мера за мером. Ты украл. Значит, ты хотел, чтобы у Миши было на бока меньше. Знаешь что? Мы сделаем, чтобы у тебя было на бока меньше. Плати вдвойне. Почувствуй этот вкус. И это качество мера за мером. Человек потравит поле или виноградник. Он пошлет свой скот. Увер потравит бездель ахер в поле другого. Мейтав соды, лучшее поле, умейтав карме. И лучший виноградник, и шалым он платит. Значит, есть и животное человека. Хозяин не оберегал. И они пошли, и пошла коза в огород другого. И растоптала или съела капусту. То он должен заплатить за это полную стоимость. И если он платит землей, он платит из лучшего поля. Если выйдет огонь, найдет колючек. Винеха угодишь, будет сожжен сток и акомоль. Или стоящее зерно. Или осода, или поле. Когда по полю прошелся огонь, надо пропахать заново. Шалым и шалым. Платить должен платить. Хамабирес абиро. Кто зажег этот огонь. Речь идет о том, что человек имеет право развести огонь. Варить, жарить, топить дом. Но представьте себе, кто-то разжег огонь, чтобы испечь картошку. И он не берег огонь. И огонь разошелся. То он должен заплатить за весь ущерб, который вышел от этого. За огонь, который человек не берег. Может быть ущерб гигантский. Человек несет ответствие за то, что он не берег свой огонь. Тут уже мы читали про несколько случаев, что человек, кто наносит другому ущерб, должен платить за это. Его бык забодает. Его коза растоптала или съела в огороде другого. Он берег яму. Он зажег огонь. Должен платить за ущерб, который он нанес другому. А теперь Тора разбирает случаи, когда кто-то дает другому на хранение. Человек дает другому. Деньги или предметы, или шмер. Беречь. Будет украдено из дома человека. Имя Моцей Хаганов. Если вор будет найден. Он должен заплатить вор вдвойне. То есть кто-то оставил у другого. Талмуд разбирает подробно. Что в этой главе, в этом кусочке Тора речь идет, что кто-то оставил у другого на хранение бесплатно. Такие, если своровали, он не виноват? Понятно. Он несет ответственность только за опрошенность. Допустим, он оставил дверь не запертой, кто-то вошел. Или другая опрошенность. Харатность. Он за это должен платить. А если украли, так он же не виноват. Им Лаи Моцей Хаганов. Если не будет найден вор. Веник Раба Абай Зелуэл Эгим. Хозяин должен прийти к судье. Им Лаи Шолах Йода. Если он не протянул руку, Им Лаи Хасра ее в предмете другого. То есть, тот, кому оставляет предмет на хранение, он не имеет права пользоваться этим предметом. А если он пользовался, то он как вор. С момента, что кто-то пользуется предметом другого, то он, этот предмет как бы попадает в его владение. И если он потом пропадает, даже без его вины, он несет полную ответственность. Так если он пользовался предметом другого, и предмет потом пропал, его, допустим, своровали без его вины, так он несет ответственность. И он должен на это покляться. Алкоу 2 пеш. Это каждую вину. То есть, за оплошность. Алшер, набыкал, хамер, наслал, все. Навцу, алсалмо на одежду. Алкоу обиду, всякую пропажу. Ашо ей можно сказать, что все это. Аду эльгим. До судьи, йовы дворшнеем. Придет слово обоих. Ашо яшиу на эльгим. Кого судьи обвинят. Ишал им шнаем рэйо. Должен платить дважды другому. Кто вообще пишет очень кратко. И даже непонятно. То, что мы читаем, это настолько кратко, что мы не могли бы никаким образом судить на основании того, что написано. Но есть устная Тора, которая приводит... Есть предание, которое передало точно и подробно, как законы. В данном случае закон такой, что он должен поклясться. Во-первых, что у него не было халатности, и что он не пользовался этим, и то, что предмет не у него. Он должен поклясться. А если он не готов клясться, то он должен платить. Второй случай. Первый же, когда он оставил другому на хранение и платит за это. Киит не шорэй, человек дает другому хамер и шоросэ, осла или быка, или овцу, выхал бы ему каждое, любое животное, лишь морг беречь, сторожить. Уметь, он умрет, или сломался, был взят в плен, никто не видит. То есть, смотрите, когда он умер, кто-то может остановить смерть у животного или у человека. Нет. Это несчастный случай. То же самое сломалось, и было принято, что это несчастный случай, он не мог остановить. Так он не должен платить. Клятва Бога будет между обоими. Что? Он должен поклясться. Что произошло, что предмета нет, и что это пропало, и он не виноват. И мрэй шорох йод, и если он не протянул руку, бы вилэ хасраею предмете другого. Я же сказал, что он не пользовался предметом другого. Ну, около богов. Хозяин возьмет, что он возьмет, возьмет клятву, вилэ шаре, и он не должен будет платить. То есть он обязан или поклясться, или заплатить. А вот в ингон и в ингон и в ингон и в имя, если украдено, будет украдено от него. И шарем ли волов? Он должен заплатить хозяину. Тут раз он уже хранит за деньги, он должен платить за воровство тоже. Интересно. В первой графе, что было бесплатно написано серебро или предметы. А во второй бык или осела. И обычно, так пишет один из комментаторов вторых, когда передают деньги или предметы, они, как говорится, есть не просят, заботы не просят. И обычно готовы их сторожить бесплатно. А за осла, за быка. Надо ухаживать. Так обычно это за плату. Так это есть две главы. Кто хранит бесплатно и кто хранит за плату. Бесплатно он ответственен только за оплошность. А если он хранит за плату, за воровство тоже. Или если пропало. Что значит пропало? Его спрашивают, где мой предмет. Я его положил в этот шкаф на эту полочку. Ну а где он сейчас? Я пришел на эту полочку, посмотрел. Нет, что произошло, я не знаю. А вот если он говорит, Иван его спрашивает, а где мой предмет? А я не помню, куда я его положил. Если ты не помнишь, куда ты положил, это уже хранитность, оплошность. Плати. Если ты не знаешь, куда положил, плати. Если разорвано, было разорвано. Он должен привезти свидетеля. Пришло животное, разорвало. И там есть, крутятся люди, привезти свидетеля. А отрыва разорванный, он не должен платить. Какое он не должен платить? То, которое он не мог бы спасти. А теперь, третий случай. Если человек одолжил Мемрею от другого, внижбар имейс, сломалось или он умер, было бы имейс, хозяина нет с ним, шагом не шагом, плати, что он платил. Если кто-то одалживает предмет у другого, одалживает коробу, чтобы пахать, одалживает сверло, чтобы сверлить, одалживает молоток, и какой-то несчастный случай, короба умерла. Он должен ему заплатить. Сдается вопрос, если кто-то одолжил другого коробу, и приходит ангел смерти ее убивать, тот, кто одолжил, может ему сказать, послушайте, я одолжил коробу, ты сюда не заходи, он мог это сказать, как вы думаете? Конечно, нет. Так, за что он должен платить? Он же не мог это остановить. А? За что он должен платить? Так, ответ очень простой. Это не означает, что он виноват, что короба умерла. Конечно, он не виноват, но ты бесплатно, безвозмездно, пользовался моей коровой, моим сверлом, моим топором. Теперь, когда корова умерла, без твоей вины, я тебя ни в чем не обвиняю, но когда умерла корова, то знай, умерла твоя корова, и ты должен заплатить. это надо знать, что если кто отдал, живой, то он в любом случае должен вернуть. И боговым, если хозяин с ним выезжал, ему не должен платить. Что это значит? Очень просто. Один подошел к кому-то, знаете, что? Пожалуйста, портном, шейте мне костюм. Ну, тот чьет ему костюм. И у того портного есть корова. Одолжите мне, пожалуйста, корову. Или одолжите мне сверло. и когда он принял на себе обязательство и занимается тем, что он должен ему шить костюм, его корова умерла, или рубильник пропал, так тогда он не должен платить. Смотрите, все вот эти законы, которые мы учили до сих пор, это законы, которые очень понятны в рамках логики и отношений между людьми. Этот закон, я понимаю, что это приказ Бога. Есть комментаторы, которые дают на его объяснение, но вообще-то это приказ Бога. То есть, если хозяин с ним, он не должен платить. Если он не с ним, что? Нет, хозяин с ним значит, что он раньше попросил его шить костюм, а потом одолжил у него рубильник. Так тогда он не должен платить. Теперь им сухеру, если он снимает, им сухеру, он же приходит за плату. Если кто-то берет ту же корову за плату, то это не то, что он одолживает, он же платит. Тогда он не несет ответственности за несчастные случаи. Он же платит за это. Ну, а какой уровень его ответственности? Так есть спор в муде? Он как тот, который хранит заплату или как тот, кто хранит бесплатно. Вывод варахан, закон, который в шухонарухе, он считается как тот, который хранит заплату. значит так, кто хранит бесплатно, он ответственен только за халатность, оплошность. Кто хранит заплату, он ответственен также за воровство, если это своровали или пропало. А кто одолжил, он ответственен также даже за несчастные случаи, которые он никаким образом не мог остановить. Вообще-то интересно, в законах Торы, в денежных отношениях, люди могут между собой договариваться. Если они ничего особо не договорились, так тут есть закон Торы на этом. А люди между собой могут договариваться и по-другому, если они хотят. Один дает другому деньги, и тот говорит, знаешь, я готов принять у тебя деньги, передать. Я еду как раз отсюда в другой город, я готов передать, но никакой ответственности я на себя не беру, даже за помощь. Это уже если тот соглашается, на это соглашается. В денежных вопросах люди могут договариваться, как они хотят. то есть закон становится как они договорились. А если в общем плане, как обычно, то второй написан мужчина, псуга девушку аша не обрученная, вышох и лежал с ней, так он должен взять ее в жены и дать ей денежные обязательства. Вы мой, не мой, но вы и если не захочет ее папа дать ему, то если в ешкел, он должен платить штраф кемея рапсуга как то, что обычно дают девушкам, когда женятся. То есть 50 шкалей. Мехашейфо рейсхайе колдунью не оставляй в живых. Смотрите, но есть и колдун. Колдун то же самое. То есть колдунье полагается смертная казнь и колдуну тоже. Но Тора пишет то, что чаще встречается. То есть есть больше больше это встречается среди женщин. Но закон тот же. каждый кто лежит со скотины смертная казнь. Кто приносит жертвы идолам смертная казнь. Бил ты родиной лавады. Только одному богу можно приносить жертвы. Вегер а пришельцы что нет тут же написано имя Рашим Богу можно приносить других просто нет пришельцы не обижай словами не дави его денежно то есть если кто-то принимает еврейство то кто кто его обижает есть запрет обижать каждого еврея а на него есть кроме всего кроме этих запретов есть еще особый запрет относительно гера вы гера истейны не обижай вы словами вы имеете ввиду денежно потому что вы были пришельцы вы расстроили земли египетской вы как бы сказать были пришельцами вы бы конечно не хотели чтобы вас обижали так же относитесь и к геру который принял еврейство никакую вдову никакого сирот не мучайте то есть особый запрет тор почему на них особый запрет тор и граши говорит что они обычно более чувствительные их обида для них их больше обижает и они сами собой уже сломаны теперь ну вдова она остается вдовой как сказать на все годы понятно если она не выходит замуж заново она остается вдовой и к ней относится этот запрет ну а до какого возраста человек считается сиротой я думаю что большой процент кто сидят в этом зале они сироты большой процент так как о ком же говорит тора так рамбом определяет так сирота это тот который не стоит на своих ногах справиться своими проблемами как взрослый человек до этого возраста он считается сиротой а потом он как все люди отсталый человек а бигуды выспаживаете хорошо остается ли он сиротой навсегда может быть да я не знаю я я люблю говорить то что написано то что не написано надо думать и анализировать рамбом определяет так что сиротой называется человек который не справляется своими нуждами сам не может а когда он же сам справляется он уже не входит в это определение сироты а вообще-то но старик он старик он не сирота но интересно Раша пишет что вообще-то это запрет можно иметь отношение и людям которые измучены жизнью сломаны жизнью которые более чувствительны что могут быть и мужчины и женщины обычно женщины в этом отношении более чувствительные но могут быть и мужчины вообще это известное дело Что людей, которые сломаны жизнью, надо быть к нему особенно осторожно. Если будешь мучить, будешь мучить его. Тоже не пишет что. Это ты будешь наказан. Но если кричать, он будет кричать ко мне. Услышать я услышу его крик. Видите, с такими сломанными людьми надо быть особенно осторожными. Тут тоже что пишет? Видите, он будет кричать. Я услышу его крик. Вы хоро апи. Разгорится мой гнев. Я убью вас мечом. Ваши жены будут вдовами. Ваши дети будут етомим сиротами. Видите, насколько страшно таких людей мучить. Теперь идет еще митва. Если деньги ты одолжишь своему народу. Если он не имах. Бедному с тобой. Повсюду, если... Это просто если хочешь. А тут это митва. Митва, когда другой нуждается, чтобы одолжить ему деньги, так это митва. Митва. Одолжить. Но понятно, что есть одолжить и есть дать. Дать такое одно, а одолжить другая митва. И одолжить это означает, что человек может в определенной мере быть спокойным, что деньги к нему вернутся. И так есть митва одолжить. Так интересно. Есть порядок, кому больше митва одолжить. Это они. Бедному. Бедному раньше, чем богатому. Два человека приходят. У кого-то есть деньги. И приходят бедные и богатые. Кому надо раньше одолжить? Те, кто пишет бедному. Имох. Это с тобой. То есть родственник и не родственник. Родственнику. Или жителю своего города. Не будь как человек, который от него требует. То есть если ты знаешь, что у того нет возможности вернуть, так не требуй от него. Он одолжил. Естественно, мог бы отдать. И вдруг получилось что-то. И ты знаешь, что у него нет. Не накладывай на него процент. Тут есть запрет, что евреи и евреи не имеют права брать проценты. Процент тут называется как? Неших. Кусает. То есть человек не замечает, а это прибавляется и от того кусает. В другом месте есть и название рибит. Это две стороны медали. У кого-то рибит прибавляется, метра-бе. А у другого, знаешь, кто-то кусает. Это митцва, а? Отдолживать деньги. А если пришел богатый и бедный, то он более сомнуждается в богатый. У него там выкупать надо кого-то. А он богатый. Что? Я не понял. Пришел бедный, богатый и не богатый. Да. Просите, отдал бы. У него другие условия. У богатого срочно нужно выкупить кого-то. Так смотрите, даже он приходит богатый. Нужно приходить, чтобы кого-то выкупить, скажем, из ареста. Так, в принципе, это отдолженные деньги для выкупа. Раби Иуда я не встретил, ясно. Может быть, действительно так, да. Для выкупа. А он как бы этим выкупает другого? Может быть. Так. Теперь. Когда кто-то не платил долг, так от него брали залог. Если ты взял в залог одежду твоего друга, до захода солнца верни ему. То есть так. Кто-то одолжил деньги, и пришло время уплаты, и он не платил. То по решению еврейского суда, приходит возле его дома, и просит, требует, чтобы он дал залог. Он дал залог костюм. Когда человеку нужен костюм. Днем. Ночью он ему не нужен. Так он возвращает ему до захода солнца, до вечера. На ночь он берет. А утро он ему приносит еще раз. А если он... Речь идет, что это был единственный костюм. То же самое. Если он берет у него единственное одеяло. То наоборот. Он берет его утром, а возвращает вечером. Так если он берет... Ки-их с усыгой водой. Это его одежда единственная. Исим ласыгой рей. Это его одежда для его кожи. Баме яшков. В чем он будет лежать? В ойо ки-иц... Если ты не вернешь, в ойо и будет. Ки-ицак и гай. Если он будет кричать ко мне. Бешаматы я услышал. Ки-хану нони. Потому что я милостивый. Если ты взял у него в залог и не возвращаешь. И он будет кричать. Я... Я буду услышал. Ах! Эл-э-гим ла-искал-эл. Так в этой фразе есть два содержания. Бога не проклинай. И второй перевод. Э... Судья. Слово гэ-ким это же переводится так же как и судья. Судью не проклинай. Нельзя проклинать. Веноси вэ-амхо. Князь. То есть князь это царь. Царь в твоем народе. Гэй-суэр не проклинай. Что значит в твоем народе? В твоем народе значит, когда он ведет себя как евреи, который соблюдает заповеди. Князь в твоем народе, когда он соблюдает заповеди, как любой другой еврей, так его нельзя проклинать. А вообще-то есть запрет проклинать любого еврея. И к любому еврею тоже это относится именно, когда он соблюдает заповеди. запретарь. Мгэй-осховы димахо. И смысл этого... От плодов надо отделять бикурим, первинки, которые приносят в храм. И димахо надо отделять трума. Мгэй-осховы димахо. Гэй-сахер не задерживай. Пхэйр бонехо титтэлли. Первинца твоих сыновей давай мне, значит давай. Это значит, первинца твоих сыновей и выкупай. Кэнь-тасэ вэшэхо рэцэнехо. Так делай с твоим быком и овцой, и козой. Вы знаете, на Лошен-Кодэш слово цон и слово се включает и овец, и коз. А при переводе на русском языке нет слова, которое вы включали обоих. И цон, и се – это и овцы, и козы. Так делает своим быком и овцой, и козой. Щива с йомим еем и мэй. Сей в ней будет с его мамой. Баим ашмини. На восьмой день. Ты тныли дай мне. Значит, дай мне. А дай коэну. А коэн принесет в жертву. То есть первенец, самец, от коров, овец и коз, и надо принести в жертву храм. Ну, а что в наше время? В наше время ведь нету храма. Храм не построен. Но закон имеет силу. Что первенец, самец, который родился, имеет на себе святость. И нельзя его резать, и нельзя делать им работу. Что же делают хозяйства, которые выращивают овец и коз, коров? Что они делают? Тут делают так. Продают нееврею определенную часть ее через рабинов. И тогда самец, который родился, не имеет святости. Это то, что тот делает. А если этого не сделали, то нельзя им пользоваться? Все время нельзя им, пока он не используется. Смотрите. Принципы теоретические. Пока будет изъян. Но иди, иди и выясняй, какой изъян и как. Так то, что сейчас делают, стараются во всех поселениях. Вот если есть у еврея корова, овца или коза, который должен родиться, первый младенец, то тогда и перед этим продают. Продают не родившегося? Можно продать корову. Этим занимается, знаете, кто? Махонга, Хекера, Хакаута, Упиатейро этим занимается. Рабьеси Фефраты сидел с Равляшевым зацал. Каким образом, как. И сказали, как это сделать. И это важно. Тут мы заканчиваем. Успели, успели только часть главы. Даже с тем, что я пропустил вначале. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова